На определенных этапах нашего путешествия желание отстраниться, отдалиться от ежедневной суеты и чужих ожиданий, кажется единственным разумным выходом, не так ли? Как будто, отдаляясь, мы ищем убежище, личное святилище, где можно было бы справляться с теми эмоциями, которые нас поглощают изнутри, не поддерживая всегда фасад, будто все в порядке. Истина в том, что эта эмоциональная боль – это тоска, которая, кажется окружающей нас, имеет силу оставить нас на произвол собственных уязвимостей, выставляя наши слабости сырыми и часто непонятными способами. Когда эта боль становится невыносимой, ее нельзя скрыть. Она проявляется в мелочах – улыбка, недостигающая глаз, принудительный смех, неожиданная раздражительность. Несмотря на эти признаки, нас часто неправильно понимают или судят окружающие. Мало кто уделяет внимание тому, чтобы посмотреть за поверхность и понять настоящий эмоциональный хаос, который происходит внутри нас. Вопрос в том, как с этим справиться? Как найти покой среди этого водоворота чувств? Ответ непрост и зависит от человека к человеку. Некоторые находят облегчение в письменном творчестве, другие – в музыке, искусстве, медитации или даже в честных разговорах с друзьями или профессионалами в области психического здоровья. Важно признать, что нет стыда в том, чтобы чувствовать себя так, и поиск помощи – это акт смелости. Но почему так трудно другим понять? Возможно, потому что каждый из нас справляется с болью по-своему, и то, что разрушительно для одного, может быть ничтожным для другого. Это не умаляет то, что вы чувствуете. Ваша боль действительно, и нахождение пути через нее – это личный и интимный процесс. Первым шагом может быть просто признание, что не всегда бывает хорошо. Я, Эдуард, и добро пожаловать в наше пространство диалога. Сегодня Бог привел тебя к этому видео специально, чтобы поговорить с тобой. Прежде чем мы начнем, прошу тебя подписаться на канал, поставить лайк и поделиться с теми, кто сталкивается с такой же проблемой. Аминь. Есть кто-то, кто должен услышать те же слова, что и ты, потому что это сообщение не предназначено для одного человека. В этот самый момент множество людей переживают подобные ситуации, поэтому я настаиваю, чтобы ты распространяла это сообщение как можно шире. Вы меня знаете, и я никогда не просил с такой срочностью. Пожалуйста, обрати внимание на каждое слово, потому что Бог хочет, чтобы ты полностью поняла и поделилась всем этим с кем угодно. Важно, чтобы ты передала следующее сообщение конкретному человеку – прекратить усилия в пользу того, кто уже значительно отдалился. Я имею в виду человека, который, возможно, никогда не питал к тебе истинной любви. Этот человек не проявлял искреннюю заботу о твоем благосостоянии или интерес к деталям твоего дня. Реальность, порой грубая, учит, что если бы этот человек действительно хотел быть рядом с тобой, его действия были бы очевидны. Он бы явно проявил тот же уровень нежности, что и ты. Я понимаю, что такое восприятие может быть глубоко болезненным, потому что оно раскрывает отсутствие эмоциональной взаимности. Любить кого-то, кто не отвечает на эти чувства, может быть чрезвычайно угнетающим, приводя к беспрерывному поиску любого знака привязанности. Если бы был настоящий интерес с его стороны, это было бы видно через конкретные жесты и поступки. Поэтому важно рассмотреть возможность того, что упорство в этом направлении может быть не самым здоровым курсом действий для вас. Забота о себе и признание собственной ценности неотъемлемы в этом процессе размышления о том, что мы действительно заслуживаем в отношениях между людьми. Основательно понимать важность не тратить свое время и энергию, ожидая изменений в том, кто, кажется, не заинтересован в изменениях, является фундаментальным. Реальность может быть жесткой, но верить, что этот человек изменится против своей воли – это надежда, которая может не сбыться. Это само по себе является признаком того, что, возможно, он не заслуживает эмоциональных инвестиций, которые вы готовы в него вкладывать. Вы должны признать свою собственную ценность и понять, что посвящение своего сердца и души тому, кто не умеет ценить эти дары, может привести к печальному исходу. Да, это трудно, но вы осознаете, что этот человек не видит вашей истинной ценности. Не ясно ли, что у него нет способности или желания любить так, как вы заслуживаете? Любовь к себе и уважение к своим собственным потребностям и желаниям необходимы в этой ситуации. Пора подумать о том, что действительно важно для вас и чего вы хотите от своей жизни. Искать отношения, в которых ваша любовь и преданность ценятся и возвращаются – это не только ваше право, но и необходимость для вашего собственного счастья и благополучия. Это глубокая и часто болезненная рефлексия, понимание того, почему кто-то наносит нам такие сильные страдания, что мы начинаем сомневаться в своей собственной ценности и верить, что мы – проблема. Это особенно верно, когда все, что мы ищем – это основы здоровых отношений, уважение, понимание, любовь и взаимность. Вопрос не в том, чтобы требовать слишком многого, а в том, чтобы желать того, что является основным для любовных отношений. Оправдывать поведение того, кто обращается к нам неподходящим образом – это ловушка, которая может сделать нас еще более сбитыми с толку, потерянными и эмоционально разрушенными. Это происходит потому, что, делая это, мы отрицаем свою собственную реальность и эмоциональные потребности, которые являются основой нашего благополучия. Важно признать, что мы заслуживаем быть обращенными с любовью и уважением, и не слишком много требовать, ждать отношений, которые предоставляют это. В одиночестве наших самых интимных моментов, как в темноте нашей комнаты, мы можем задаться вопросом, почему человек не чувствует то же самое, что и мы. Истина в том, что не все люди, которых мы встречаем на своем пути, предназначены оставаться. Некоторые являются временными, учат нас ценным уроком и затем идут своим путем. Упорство в удержании того, кто явно не соответствует тому, что мы хотим и нуждаемся в нашей жизни, может действительно замедлить наше счастье и помешать найти тех, кто действительно создан для нас. Жизнь имеет свой способ направлять нас. Порой это означает отпускать тех, кто не предназначен идти рядом с нами. Верить, что существует большой план и что есть люди, которые будут дополнять нас полностью и окончательно, это ключевой шаг к тому, чтобы открыть свои сердца для истинной любви. Этот акт веры позволяет нам не только излечиваться, но и быть открытыми для чудесных возможностей, которые будущее нам приготовило. Когда мы доверяем процессу жизни и божественной мудрости, мы открываем место для того, чтобы истинная, взаимная любовь нашла к нам путь, наполняя наши жизни радостью и удовлетворением. Вина часто становится тяжким бременем на наших плечах, особенно когда мы сталкиваемся с жесткой реальностью неотвеченной любви или недостаточно разделяемого обязательства. Простота осознания того, что мы не несем ответственности за уровень вовлеченности другого человека, может быть невероятно сложной для принятия. Это становится еще более сложным, когда это осознание сопровождается постоянным поиском ответов, поиском, который часто делает нас более беспокойными и лишенными смысла, погружая нас в спираль сомнений и депрессии. Признание того, что человек, с которым мы мечтали разделить будущее, возможно, не так сильно вложен в отношения, как мы, или, что ему даже не приходит в голову о нас в настоящем, это болезненная реальность. Эта боль усугубляется трудностью признания того, что наши ожидания и мечты отношений могут никогда не сбыться. Надежда на то, что, каким-то образом, этот человек изменится, что однажды он проснется и увидит все, что мы могли бы быть вместе, это иллюзия, которая держит нас в ловушке цикла страданий. Эта иллюзия, подпитываемая страхом перед лицом реальности и потенциальным страданием, которая сопровождает конец отношений, истощает нас. Возможно, мы и не замечаем, как она разрушает нас изнутри, постепенно разрывая нас на части. Это тихий процесс, в котором боль проникает в трещины нашего существа, подрывая нашу способность видеть ясно и принимать решения, которые защитят нас и направят на путь исцеления и счастья. Таким образом, вызов заключается в том, чтобы увидеть эту иллюзию за то, что она на самом деле есть, препятствие для нашего собственного роста и счастья. Крайне важно понимать, что самолюбие и уважение к нашим потребностям и эмоциям являются основополагающими. Это означает принятие трудных решений, таких как отдаление от кого-то, кто не обязан нам так, как мы того заслуживаем. Несмотря на боль, этот шаг жизненно необходим для того, чтобы освободить место в нашей жизни для людей и переживаний, которые ценят нас, уважают и соответствуют нашим мечтам и желаниям на будущее. Путь к исцелению и счастью часто начинается с принятия реальности, какой бы трудной она ни была. Позволить себе почувствовать боль, признать иллюзию и постепенно отпустить ее, это акт мужества. Это также акт самолюбия. Путешествие к здоровой и взаимной любви начинается с решения не позволять иллюзии поглотить нас, а вместо этого искать истинное счастье, даже если это означает идти в одиночку некоторое время. Пришло время столкнуться со страхами, смотреть реальности в лицо, не поддаваясь иллюзиям или самообману. Крайне важно перестать принимать ложь, пустые обещания и иллюзии, которые этот человек настойчиво предлагает. Вы этого не заслуживаете. Вы заслуживаете гораздо большего, чем обманы и разочарования. Решение отдалиться и больше не позволять ему так неуважительно обращаться с вами, это критически важный шаг. То, что вы переживали, не похоже на настоящую любовь, это больше похоже на одержимость, потерю идентичности, забвение собственной ценности. Вы – драгоценный камень, но человек, который не признает вашу ценность, не понимает, что значит отдаваться полностью, преданность, верность, истинную дружбу, искренность и целостность, которую вы предлагаете. Настоящая любовь ценит ваши усилия, ваши жертвы, бессонные ночи. Ваша любовь не должна быть скрытым оружием, а источником взаимности и взаимного уважения. Вы заслуживаете кого-то, кто понимает это, кто ценит вас настоящего. Пришло время прекратить гнаться за кем-то, кто явно не видит вашей ценности. Достаточно умолять себя, унижаться. Вы не должны соглашаться на меньшее, чем заслуживаете, не ставить свою жизнь на второй план, сосредотачивая все внимание и энергию на кого-то, кто не делает того же для вас. Смотрите в будущее, будущее, которое обещает быть ярким и полным возможностей, будущее, которое Бог приготовил для вас. Заботьтесь о себе, потому что ваша жизнь цена и заслуживает быть прожитой полноценно. Не бойтесь говорить «нет», когда это необходимо. Существенно сказать ясно «я больше не хочу тебя», «я больше не принимаю тебя», «я не вернусь». Понимание того, что не здорово зависеть эмоционально от отношений, которые по сути являются болезненными, абузивными и разрушительными, жизненно важно. Вы не должны терять себя, не откладывать свои мечты и стремления в ожидании решения, которые никогда не приходят. Первый шаг к более полной и счастливой жизни – это признание собственной ценности и освобождение от отношений, которые приносят вам только боль и страдания. Цените себя, любите себя и освободите место в своей жизни для людей и переживаний, которые действительно заставляют вас чувствовать себя ценным и любимым, как вы заслуживаете. Путь вперед может показаться сложным, но он также полон надежд и новых возможностей. Позвольте себе жить полноценно, уважая и любя себя превыше всего. Принять решение больше не отвечать на звонки, не реагировать на сообщения и не терпеть оправданий или ошибок – это мощный шаг на пути к восстановлению собственного достоинства. Это решение, которое ставит конец терпимости к поведению, которое только умоляет вас и заставляет страдать. Достаточно страдать из-за кого-то, кто никогда не смог по достоинству оценить предложенную вами любовь. Теперь, с этой новой позицией и новым взглядом на жизнь, пришло время поделиться этим преобразованием. Смотрите этому человеку в глаза и с убеждением покажите ему, как вы изменились, как решили больше не соглашаться на меньшее, чем заслуживаете. Скажите ему прекратить плакать, перестать страдать. Поощряйте его идти вперед, вытирать слезы и поднимать голову. Напоминайте себе и ему, что вы заслуживаете большего, заслуживаете кого-то, кто по-настоящему любит, ценит и заботится о вас каждый день. Кого-то, кто хочет видеть вашу улыбку, идти с вами за руку и гордиться тем, что вы в его жизни, потому что вы действительно редкое сокровище. В этот момент обновления важно также искать духовные силы. Молитва может быть мощным актом веры и надежды. Мой Бог, какая радость получить такое сообщение, ведь оно направляет меня к взятию контроля над моей жизнью и моими эмоциями. Благодарю тебя за это и прошу, чтобы ты отвел от меня всех людей, которые не вносят положительный вклад в мой путь. Это способ укрепить ваше решение и искать божественную поддержку, чтобы оставаться твердым на вашем новом пути. Позвольте мне помолиться за вас сегодня. Небесный Отец, всемогущий Господь, мы собрались здесь в Твоем имени, ища Твоего руководства и Твоего света в нашей жизни. Господи, Ты знаешь боль и тоску каждого сердца, здесь присутствующего, знаешь каждую слезу, пролетую в тишине, каждый момент отчаяния перед лицом безразличия и отсутствия любви. Любящий Отец, сегодня мы просим Твоей силы и Твоей храбрости, чтобы мы могли освободиться от всех уз, которые связывают нас с ситуациями и людьми, не способствующими нашему духовному и эмоциональному росту. Помоги нам, Господи, узнать нашу ценность в Твоих глазах, понять, что мы достойны любви и уважения, что мы заслуживаем кого-то, кто нас по-настоящему любит, ценит и заботится о нас каждый день. Дай нам, Отец, мудрость отпустить то, что должно быть отпущено, больше не отвечать на звонки, которые причиняют нам боль, больше не терпеть оправданий и ошибок, которые умоляют нас. Помоги нам восстановить наше самоуважение и больше не страдать за тех, кто никогда не сумел ценить любовь, которую мы предложили. Господи, веди нас на нашем пути исцеления и обновления. Наполни наше сердце надеждой и верой и отведи от нас всех, кто может нас беспокоить или отвлекать с пути света и истинной любви. Благодарим Тебя, Господи, за Твою бесконечную милость и за то, что Ты всегда слышишь нас. Пусть мы всегда помним искать в Тебе силу и поддержку, в которой мы нуждаемся. Пусть эта молитва будет вехой в нашей жизни, точкой поворота к новой реальности, полной любви, мира и счастья. Во имя Иисуса, Аминь. Если это сообщение нашло отклик у Вас, если оно принесло Вам утешение или вдохновение, подумайте о том, чтобы поделиться им с Вашими родственниками и друзьями через WhatsApp или Telegram. Возможно, кому-то еще нужно услышать эти слова, найти силы изменить свою реальность и освободиться от отношений, не приносящих счастья. Распространение сообщений, которые способствуют самоуважению и самооценке, может быть актом щедрости, меняющим жизни. Пусть эта освобождающая истина достигнет и коснется сердец многих, принося мир, надежду и новое начало. Аминь.